Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рады приветствовать вас на наших утренних эфирах. Как всегда, хочу проверить связь и видео, вернее, видео и аудиосвязь. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня слышно и видно. Да, всё отлично, меня слышно и видно. И мы с вами начинаем. Сегодняшний наш с вами открытый эфир будет посвящён опять раннему возрасту. Мы с вами поговорим о детях до трёх лет и о книгах, которые им нужны, важны для их развития. Сегодняшний наш эфир будет посвящён детским книгам из серии «Купашки». Книги продаются вот в таких замечательных упаковочках, то есть они запечатаны в полиэтилене. И да, когда покупатель их смотрит, он их не потрогает изнутри. Поэтому всегда эти материалы, эти книги небезопасны, и их можно смело покупать нашим детям. Эти книги выполнены из качественного материала. Они не боятся воды. Само название говорит «Купашки», потому что с ними можно купаться. Извините, пожалуйста, хотел выйти в полнорежимный экран. Что-то у меня не получается. Ну, к сожалению, что-то зависло. Будем тогда... Мне администратор помог. Спасибо большое. Эти книги выполнены из очень качественного материала, который детям можно брать в ванну, не боясь, что странички намокнут. А также, если ребёнок будет их... Эти книги возьмёт, помнёт. Понимаете, с ними ничего не случится. Они расправляются и опять могут служить нашим детям долго и долго. Также, если ребёнок поднаткусывает, тоже ничего страшного с этими книгами не случится. Но хотелось бы, конечно, поговорить о содержании этих книг. Как я сказала, что это серия книг. У каждой серии есть своё название. Это величина, счёт, цвет и форма. То есть вы можете с детьми не только купаться и развлекаться, но и также в ванной продолжать их обучать. Да, в интернете очень много ведётся разговоров. Надо ли детям давать книги в ванну? Не навредит ли им в будущем? Ну, знаете, вот я хочу вспомнить своё детство. Например, когда я шла купаться, я очень любила, когда меня сопровождали игрушки. Стала я чуть постарше, я брала книги и читала книги. И как бы этот процесс, мне кажется, никак не может повлиять в худшую сторону. Дети мои также в ванной любили играть в разнообразные игрушки. Но чем я всё-таки хочу сказать? Например, книжка лучше даже резиновой игрушки. В резиновую игрушку затекает вода. Внутри всё равно высушить до конца эту игрушку невозможно. Конечно, стараемся её просушить. Но в ней остаются какие-то микрочастицы воды. И кто давал детям резиновые игрушки в воду, видел, что со временем из неё начинают какие-то, знаете, чёрные такие ошмётки вываливаться. Поэтому рекомендуется, если вы даёте такие игрушки детям, то каждые 3-4 месяца эти игрушки надо менять. Чем хороша эта книга? В неё никуда ничего не заливается. Её высушил, и всё. И можно использовать дальше, в дальнейшей её игре с ребёнком. Дети маленькие бывают, что очень боятся воды, не хотят идти купаться в ванну. И как хорошо, когда вот такая книга его сможет привлечь, его отвлекёт к каких-то его страхам. И он постепенно перестанет бояться воды и будет ходить с удовольствием принимать ванны. Давайте с вами поговорим более подробно о каждой книге. Что в ней говорится, о её содержании. Вот я вам представляю книжку «Величина». В этой книге дети смогут познакомиться с величиной, такими как большой – маленький, высокий – низкий, широкий – узкий. И всё это в игровой форме, и на примерах растений, животных. Они будут видеть эту разницу на каждой странице, так как в развороте будет представлено, например, большой и маленький предмет. Также есть книга серии «Цвет». С помощью этой книги дети познакомятся с основными цветами. Красный, синий, жёлтый, зелёный. И также будут им доступны новые цвета, такие как розовый и фиолетовый. А также, читая эти книги, здесь каждому цвету дан текст, где можно будет прочитать, поговорить с ребёнком. Вот, например, «Морской конёк», он нарисован жёлтым цветом. И мы видим какие-то стихи. «Там, где камни и песок, жёлтый прячется конёк». Вот, пожалуйста, вы с ребёнком можете почитать, обсудить, где прячется конёк, какого цвета конёк, какого цвета у него гребешок. Также можно обсудить фон, потому что каждый рисунок выполнен на разном фоне, цветовом фоне. Поэтому цвета можно объяснять и рассказывать, и показывать вместе с детьми. Также смотрите очень, как можно разнообразить эту игру. Когда ребёнок говорит, например, «Черепашка, какого цвета?» Он ещё плохо. И, например, он говорит, «Синего?» «Нет, неправильно». И как мы можем? «Неправильно». Вот, сигнал «неправильно». Какого цвета дельфин? «Синего». Правильно, молодец. Смотрим следующий. То есть здесь представлена ещё пищалка. Её можно, пока ребёнок маленький, ещё не знает цвета. Он может просто как игрушечка, посидеть, попищать, поиграть, полистать. Может даже где-то, как я сказала, пожевать эту книжку. Но в дальнейшем мы начнём листать. Ребёнок будет интересно увидеть знакомые какие-то фигуры, предметы, животных. Он с удовольствием будет их рассматривать. Вот он рассмотрит осьминога, да? Сколько у него много лапок? Очень много, да? Лапок у осьминожки. А где глазки покажи? И вот он, пожалуйста, ребёнок, сосредотачивается на абсолютно разных ситуациях, только занимаясь с одной книгой. Также есть книга, которая знакомит детей с формой, с кругом, с квадратом, с прямоугольником. Вы знаете, когда мы в детском саду делаем аппликацию с детьми, в основном мы её и делаем из квадратов, да? Давай начинаем самую первую давать с детьми. Вот, пожалуйста, если мы повернём так фигуру, квадрат, если мы её поставим на угол, то это будет уже ромб. Да, фигуры сложные данные, но детей мы учим. Если они готовы взять информацию, они берут. Если они не готовы, то они её возьмут в следующий раз, когда будут готовы её принять. Вот, пожалуйста, смотрите, как интересно изображён треугольник, да? То есть здесь уже не чисто треугольная фигура, а именно образ треугольника. То есть ребёнок должен соотнести, что эта фигура треугольник и изображает треугольник. И также есть текст. Например, шум прибоя в завитушках бережно хранит ракушка. И четвёртая книга из этой серии – это счёт. Благодаря этой книге дети смогут научиться считать до пяти. Вы знаете, мы с вами в детском саду счёт до пяти изучаем и в средней группе, вплоть до средней группы. Поэтому эту книжку в книжном уголке вы можете держать. Эту книжку вы можете держать в уголке математики, если он у вас есть. Также такие книги можно держать в уголке песка и воды. То есть дети с этой книгой могут будут производить какие-то опыты. Тонет, например, она не тонет. Если она намокнет, что с ней будет? Вот, пожалуйста, вы можете эти книги использовать в любой деятельности. Посмотрите, когда мы открываем счёт. Вот мы видим, да, цифра 1 – это лебедь. Снежно-белый господин, лебедь на пруду – один, да? Давай, один. Сколько лебедей здесь? Один. Нажми, пожалуйста, один. Раз. Всё. Один, да? А, к примеру, посмотри, пожалуйста. А сколько здесь раков? Давай посчитаем. Один, два, три, четыре, да? Нажми, пожалуйста, четыре раза. Раз, два, три, четыре. То есть ребёнку надо произвести счёт. Представляете, это очень сложно соотнести количество изображаемых предметов, цифру и звук. Детям будет очень интересно выполнять именно вот эти звуковые задания, когда они смогут, если вы их будете… Или вот, например, смотрите, последняя страничка. Раз, два, три, четыре, пять. Стаю рыбок не сосчитать. То есть сколько здесь рыбок? Много рыбок. Сделай много рыбок. Нажми много раз. И вот ребёнок уже тут может много раз. Мы поняли. Понимает он, что такое много и что такое один или два, да? Сможет он отличить? Также, например, может взрослый, да? Послушай, пожалуйста, сколько раз уточка крякнет? Найди такую потом цифру или столько количества животных. И вот педагог или мама начинает от имени уточки крякать. Сколько раз крякнула уточка? Ну, мы с вами взрослые, конечно, мы сразу с вами поймём, что уточка крякнула три раза. Дальше ребёнок книги ищет. Или цифру три. Или цифру три. Или где изображено три животных. Пожалуйста, он говорит, вот, нашёл я три улиточки, да? И знак этого можно прочитать. На лужайке из калитки выползают три улитки. Но поверьте, пожалуйста, после того, как вы много раз эту книгу ребёнок пролистает, посмотрит, он уже будет прекрасно помнить все названия этих стих... Не названия, а все стихи. Тут спрашивают, как меня зовут. Извините, пожалуйста, я забыла представиться. Меня зовут Селецкая Татьяна Витальевна. Я являюсь преподавателем Международной педагогической академии. Вот, закончили про наши купашки говорить. Их четыре книги в этом комплекте. Поэтому покупайте их, приобретайте. С ними детям очень интересно взаимодействовать. И они будут с удовольствием использовать не только в игре, в ванной, в воде, но и также на суше. Эти книги можно приобрести в интернет-магазине «Школа семи гномов». Вот он представлен, адрес «Школа семи гномов». Вот администратор вам скинул ссылочку именно на эти книги, где вы можете познакомиться, посмотреть их в цену и подумать, приобрести их, и в какой лучше уголок, и куда определить данные книги. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что особенно те, кто работает с детьми раннего возраста, эти книги пригодятся в работе. До свидания. Продолжение следует...